Кажется, что Земля очень большая, но масса Солнца составляет около 99,99% массы всей Солнечной системы. Оставшуюся часть занимают планеты, их спутники, астероиды, кометы, газ и пыль. Солнце находится примерно в 150 миллионах километров от нашей планеты, но согревает нас каждый день. Его температура составляет 5500 градусов, однако окружающее его пространство холодное, как лёд. Чтобы понять это, нужно различать понятие тепла и температуры. Тепло — это энергия внутри какого-либо объекта. Температура же определяет, горячий это объект или холодный. Когда тепло передаётся объекту, его температура повышается. Когда объект теряет тепло, температура понижается. Тепло может передаваться тремя способами. Солнце делает это с помощью излучения. Оно выделяет тепло в виде света. Наше тело тоже излучает тепло в виде инфракрасных волн. Вот почему тепловизионные камеры видят людей даже ночью. Чем горячее объект, тем больше он излучает тепла. Температура влияет только на материю. Так как космос — это в основном вакуум, в нём недостаточных частиц для передачи тепла каким-либо иным способом, кроме излучения. Когда тепло от Солнца попадает на объект, атомы поглощают энергию. Но тепло не может передаваться, так как в космосе нет материи. Эти редкие атомы и молекулы будут поглощать тепло. А вакуум останется холодным. В атмосфере Земли содержится много вещества, поэтому энергия Солнца может легко передаваться. Но если поместить объект за пределы атмосферы Земли под прямые солнечные лучи, он нагреется до 120 градусов, потому что состоит из атомов и молекул. Температура вакуума составляет минус 270 градусов. Значит, в зависимости от того, где вы находитесь, космос может либо сжечь вас, либо заморозить. Солнце на самом деле не жёлтое. Оно излучает свет в широком диапазоне волн. По пику в его спектре можно определить как его температуру, так и цвет. Более холодные звёзды кажутся красными, а более горячие бывают синими с жёлтым, оранжевыми, а между ними есть белые звёзды. У Солнца спектр достигает максимума на длине волны, которую мы называем зелёной. Но мы видим это иначе. Этот оттенок зелёного в сочетании с другими длинами волн спектра будет выглядеть для нас белым. Обычно мы видим Солнце жёлтым, потому что синий цвет рассеивается в атмосфере больше, чем красный. Во время восхода и захода в спектре Солнца больше красного света, что даёт нам удивительные пейзажи. Солнечные пятна – это части видимой поверхности Солнца, которые в среднем намного холоднее самого Солнца. Эти части не позволяют выделять тепло на видимую поверхность Солнца. Таким образом, остальная часть его поверхности в три раза ярче, чем эти пятна. Из-за такого контраста они кажутся почти чёрными. Если бы было возможно отделить солнечное пятно от Солнца и поместить его где-нибудь в ночном небе, оно было бы таким же ярким, как Луна, когда мы видим её с Земли. Все планеты в Солнечной системе вращаются в одном и том же направлении, так как образовались из одного протопланетного облака. Все, кроме Урана и Венеры. Вероятно, они попали под сильное воздействие, поэтому вращаются в противоположном направлении. Но с галактиками всё иначе. Обычно они не образуются из одного и того же облака пыли частиц и не разбросаны по пространству случайным образом. Они состоят из филаментов – плотных нитей тёмной материи и галактик с пустотами между ними. Протогалактики соединены гравитационными силами в небольших областях пространства. Вероятно, это связано с распределением тёмной материи во Вселенной. Вещество в нитях движется по спирали и уходит в самую плотную область. Возможно, существует общее направление вращения галактик, но в основном оно случайное. Может быть, однажды мы увидим лунный лифт – трос, прикреплённый к поверхности Луны. Он протянется на 400 тысяч километров. Было бы невозможно напрямую прикрепить его к нашей планете, потому что и Земля, и Луна движутся. Но можно было бы держать его на орбите Земли. По мнению учёных, за несколько миллиардов долларов такой лифт можно было бы построить, используя ресурсы Луны. Редкая форма гелия, найденная на спутнике, может быть применена на термоядерных электростанциях. Кроме того, там есть и другие редкие элементы, которые можно использовать в электронике. Так что примерно после 53 поездок вверх и вниз лифт мог бы себя окупить. Трос будет толщиной с карандаш, а весить будет около 40 тонн. Его можно сделать из земных материалов без необходимости что-то изобретать. Это может быть даже комбинация из двух лифтов. Космический корабль поднимет лифт с поверхности нашей планеты на космическую станцию. Затем его забросят в сторону Луны. Там будет ещё один лифт, который опустит его на поверхность Луны. Планеты в нашей Солнечной системе имеют предсказуемые и стабильные орбиты. Но столкновения газовых гигантов могли произойти на ранней стадии, когда планетная система ещё формировалась. В случае столкновения два газовых гиганта сольются. В конечном итоге они не потеряют свою массу, материал своих газовых оболочек или материал твёрдых ядер. Столкновение на более высокой скорости привело бы к потере большей части огибающего газа, а слишком высокие скорости — взрыву обеих планет. Другое дело, если это будет непрямое столкновение. Если ядра планет уцелеют, газовые гиганты не сольются, а лишь потеряют часть массы и могут даже изменить свою форму. Астрономы обнаружили, что очень далеко от нас находится галактика, похожая на наш Млечный путь. Сейчас мы видим её такой, какой она была, когда Вселенной было полтора миллиарда лет. А сейчас ей 13,8 миллиарда лет. Потребовалось более 12 миллиардов лет, чтобы свет из той галактики достиг Земли. Эта галактика спокойна, стабильна и не хаотична, в отличие от других известных нам галактик на ранних стадиях эволюции. Чтобы покинуть Млечный путь, пришлось бы пролететь около 25 тысяч световых лет от центра галактики или 500 световых лет по вертикали. Наша галактика — это плоский диск со спиральной структурой, диаметром около 100 тысяч световых лет и толщиной около тысячи световых лет. Солнце — её центральная звезда, расположена на полпути от центра, ближе к середине диска в вертикальном направлении. Покидая галактику, нужно было бы пройти дальше её края, чтобы уйти от гала, окружающего Млечный путь. Чтобы увидеть Млечный путь во всей его красе, пришлось бы преодолеть 48 тысяч световых лет по вертикали. Пока для этих целей у нас нет даже телескопа. Есть центральные звёзды, которые поедают планеты. Наша Солнечная система стабильна, поэтому нам не нужно бояться, что Земля или какая-то другая планета изменит свою орбиту и направится к Солнцу. Но, по крайней мере, четверть других планетных систем с орбитальными звёздами, похожими на наше Солнце, имеют хаотичное прошлое. В некоторых из них есть планеты, которые раньше перемещались. Возможно, это нарушило траектории других планет или даже вытолкнуло их за пределы их орбит. Это значит, что они могли упасть на свою центральную звезду. Когда такое происходит, планета растворяется во внешнем слое звезды, что означает, что её поедают.